Хотел тебе такой недельный совет, это как бы не мое дело, это твое как бы право, да, но я тебя ни в коем случае не осуждаю, но в твоих роликах слишком много мата, бля, присутствует, а этого не должно быть. Кто решил, что этого не должно быть? Ну, бля, ну, я хуй знаю, ты решай сам, но вот у меня такое мнение, понимаешь, я вот этот ролик смотрел, который там по, бля, какой-то мелкий такой, что-то выобразили или как там, бля, ну ты там вот расскажи, что это произошло вообще, я так и не понял, что это, что за ролик, из-за чего? Ну, я не знаю, там нарезки, наверное, дело с какого-то большого, у меня там трехчасовой ролик, ну, пожалуйста, посмотри общий ролик, узнаешь, о чем я там говорил, с матами, перематами, в том числе и о твоем деле я говорил, и про свое дело говорил. Ну, о моем-то это понятно дело, о моем это нормально, о моем это нормально, бля, я вот не понимаю, тоже, я вот смотрю же ролики твои, да, бля, ебать, ты объясняешь, что я все равно, бля, перебиваю, 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 бля, и хочется же написать, да, а у меня фото, бля, понимаешь, на аватарке стоит. Если там будет заходить, там мороз, потом это, как ебать, Хуторцова, бля, и она будет понимать, что вот он, оказывается, этот человек, да, ебать, языковому суд-то проводим, бля, а я ни одного комментария не ставлю, чтобы не спалиться, бля, они же заходят, они же смотрят, нахуй. В чем проблема, я не могу понять, и мне что, матом нельзя говорить, или в чем проблема-то? Вот ты мне... Ну, ты сам как решишь? Ну, если я так делаю, если я так делаю, значит, я считаю, что я могу так делать. У меня нету правил, понимаешь, нету правил, что, бля, меня сравнивать с другими юристами-адвокатами, которые, бля, в жопу палец засунули, не могут рот открыть, да мне похуй. На них. Нет, Войн, я тебя ни с кем не сравниваю, ты что, гонишь что ли? Нет, я тебе просто говорю, что вот... Черт, ты обидел? Нет, нет, говорю, в связи с чем, как бы, вот, ты считаешь, что у меня много мата? Ну, в зависимости от ситуации, где-то я мат не применяю, в данном случае я применяю, почему бы я его не могу применить? Мне нравится, как говорится, любой человек может не слушать, я же не заставляю никого слушать. Я, наоборот, показываю людям, что, как бы, я человек, который не интеллигент в Шивы, понимаешь? Я могу и так, и так разговаривать, и корректно, и, блядь, вежливо, и могу и нафу послать. Все грани, блядь. Потому что, там, понимаешь, комментарии пишут, и хочется ответить, понимаешь, что он, блядь, по сути, прав. Да нет, ты, прав он. Но мне нельзя отвечать, потому что я спалю сразу же. Так, слушай, ну так, смотри, ну ты, значит... Он из-за этих, из-за этих пидорасов, которые, блядь, они спали, спалюсь мне. Так, а мне похуй на эти комментарии, ты можешь понять это или нет? Это провокация, этот ролик, который выложен, он же не просто так выложен. Ну, умные люди поймут, дураки не поймут. Это же тоже, по какой-то степени, провокация. С этими матами, с этими наездами и тому подобное. А, по поводу нашего судата, что ли? Ну, ты слушал ролик от трехчасовой, нет? Нет. Ну, послушай. Ладно, сейчас зайду. Какой смысл нарезки слушать? Послушай весь ролик, и ты все поймешь. Есть люди, которые по несколько раз его переслушивают. Ага, окей. И, знаешь, про мат там особо даже никто, по-моему, не говорил. Потому что ты когда послушаешь, ты поймешь, что там, блядь, везде мат абсолютно нахуй уместен. Ну, я не вижу, по закону, других оснований нет. Тебе должны оправдать. А то, что будет в реальности, это, блядь, одному богу и судье известно. Ну, и я думаю, что судья уже второй раз не пойдет на такую хуйню. Тем более, если будет Кузнецова, я думаю, она не решится на эту хуйню. Они же там дохуя, дохуя прокололись. Понимаешь, послушай, и там много я что говорю. Вот этот, блядь, который говорил о том, что у него там дозор то выключался, то, блядь, не работал, то еще что-то. Он не понимает, что... Ну, на видео уже видно, что дозор вообще не на нем находится. Понимаешь? Нет? Ну, понимаю. Ну, что он просто, блядь, стоял полтора часа, пиздел про дозор, который он включал, выключал, который у него не работал. А ничего, что дозор у него даже, блядь, не находился. Это насколько нужно было запиздеться, чтобы, блядь... Дозор-то был у того человека, который протокол составлял, у этого, который вот не пришел в суд. А, ну да. Он же говорил, что, блядь, я даже краем ухом слышал, что, блядь, ведется видеофиксация, блядь, протокол такой-то, такой-то. Там же на видео есть эта хуйня, ёпта. И как он может говорить, включался, не выключался, значит, что не знает этого, блядь. Да потому что, ну, не врали. Ты можешь понять, что, несмотря на все вот эти вот замечания, которые я надыбал, они документально все хуёло оформили. В протоколе не указано, что ты отказался. А я когда в отделе, в третьем отделе полиции, блядь, я когда сидел, когда мы ждали, когда меня экстрадируют, ну, этот, в ВВС, я ему сказал тогда, блядь, прям, ну, в этом, в тамбуре, блядь, что, говорю, я вас, не то, что, говорю, вы ему, я буду идти до последнего, нахуй. Тебе нужно научиться, как и большинству людям, меньше болтать. И тогда будет все хорошо. Какой смысл угрожать менту, что вот, что ты там их что-то накажешь? Надо просто это делать, и все. Смысл об этом им говорить? Понимаешь, если я был бы грамотный лет 15 назад, как ты, я бы это сделал, я один бы. А чтобы это сейчас сделать, это всю хуйню эту поднимать, изучать, это вообще все долго, упорно, понимаешь? А у меня работа. Ты зарабатываешь этим, а я зарабатываю этим. И плачу тебе деньги, понимаешь? А если я не буду, блядь, работать, то кто меня, нахуй, будет кормить, блядь? Это понятно. Но ты должен понимать, поднимать маленькую вещь. Смотри, ты должен понимать маленькую вещь, что если ты будешь много болтать, то тебе ни один адвокат не поможет. Ни один. Потому что иногда исправить то, что ты можешь нахуячить, понимаешь, невозможно. Поэтому я всем людям говорю, вы свой язык засуньте куда-нибудь поглубже и не пиздите. Чтобы мне не усложнять мою нахуй работу. Вот и все. Понимаешь? Потому что я, блядь, могу столько заебись всего сделать. А потом один пидор возьмет бумажечку, подпишет и все нахуй, блядь. И вся работа на смарку. Там чистосердечное признание, какую-то еще хуйню, понимаешь? Потому что он дебил. Потому что я, я говорю, я вот с этими, блядь, товарищами хожу как, блядь, как с умственными отсталыми, блядь. Говорю, не подписывай ничего, ничего не говори, не подписывай. Блядь, как попугай, блядь. Повторяю только две фразы, блядь. Ничего не подписывай, ничего не говори. Ты представляешь, как это... Это пиздец очень сложно. Я знаю, что это бесполезно. Я знаю, что тебе я могу тысячу раз это сказать. Да похуй. Ты будешь на себе тельняшку рвать и орать. Да я, нахуй, адвокатов, блядь, возьму, они вас выебут. Да нихуя не выебут. Потому что если ты будешь, блядь, вот так вот пиздеть налево и направо, никто тебе не поможет. Тем более адвокаты, которым, нахуй, ты нужен. Они бабки с тебя возьмут и, нахуй, тебя пошлют. Поэтому я тебе даю совет, блядь, на будущее. Не пизди. Не пиши комментарии, блядь. Не пугай, блядь. Хули ты пугаешь, блядь. Кого ты, нахуй, пугаешь? Мента напугал, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Ты докажи, что ты можешь это сделать. Ты тихонечко сделай, блядь, это. А потом скажешь, блядь, в следующий раз, в другом случае скажешь, помните того мента, блядь? Это я его, нахуй, посадил. Вот так надо себя вести. А не, блядь, в тельняшку себя бить, там, условно говоря, по пьяни. Они что, думаешь, дебилы, что ли? Они тоже видят человека, что себя представляет, блядь. Но они же тоже понимают прекрасно, что, блядь, один пришел, а второй хуй, блядь. Почему он не пришел? И они это прекрасно понимают, блядь. Все понимают, что сейчас, если тебя оправдывать, ментов надо, блядь, дрочить дальше. Ну да, ты же когда же я на суде, ты же уже тогда тоже, уже был тогда, когда один-то остался, ДПСник, типа, второй материал по 19-3 в отделе. Ох, ой, он в отделе, они здесь. Они сейчас хотят сделать следующим образом. Там, тянут время, тянут время. Для того, чтобы, ну, утряслось, там, тыры-пыры, там, знаешь, замять, там, хуня, там, как-то, блядь, может быть, на тебя выйдут, там, скажут, ну, блядь, мы вас оправдаем. Ну, то есть, чтобы у тебя накал спал, чтобы я, как бы, там, не стал их дрочить, понимаешь? Ну, вот это все. Чтобы им на суде говорить, ой, да это давно было, я не помню, я не помню, я не помню. Короче, ты послушай, блядь, мой ролик, вот этот трехчасовой, нахуй, ты все поймешь, блядь. Хули я сейчас все это рассказываю? Там все понятно. Если ты не понимаешь, почему судебное заседание не назначается, ну, я хуй знаю, значит, блядь, не понимаешь. Скинь мне ссылку в WhatsApp, чтобы долго не искать, нахуй. Сейчас скину. Погоняю, послушай. Так. Сколько я тебе еще должен? Да, нисколько сейчас не должен. Потом будем с тобой рассчитываться, когда дело выиграем. Поэтому сейчас, как бы, еще раньше времени. Я их там напугал, блядь, я же специально все... Ну, ты послушаешь, поймешь, что, блядь, мы с них 200 тысяч захуячим, блядь, все остальное. Нам главное выиграть, а это все остальное хуйня. Так, где тут, блядь? Ну, я все равно приеду, Вов, я на следующий день прямо уезжаю. Я в этот день приезжаю, где-то, в обед, нахуй, выгружаю вещи, везу до дома. Встречаюсь со своим, блядь, этим партнером. Квартиру делать, нахуй. Потом приезжаю домой, собираю вещи, на следующий день съемку. На 2-3 месяца, короче. Ну, без проблем, что, пускай, рассматриваю дело без тебя, со мной. Да я тебе говорю, они будут сейчас максимально заминать, потому что нахера им это надо. Они вообще, блядь, сейчас очень, блядь, недовольны вообще этой ситуацией. Это, говорю, тебя просто фартануло, что, блядь, я подвернулся. Иначе бы ты прям, прям, прям из зала судебного заседания, тебе бы сразу, нахуй, блядь, оформили бы, на сколько там суток, и поехал бы прямо оттуда. Да, блядь, ну, отсидел бы, за что дальше-то? Что дальше-то? Ну, дальше бы не было ничего в отношении ментов, по крайней мере. То, что менты пиздюлей получили охуенных, это, блядь, 100%. Ну, в смысле, я что-то не пойму, блядь, если бы я отсидел бы, ничего бы не было им? Конечно. 100%. Еще, блядь, еще бы благодарности, нахуй, получили. Ну, нихуя себе, блядь. Ну, так если они, блядь, поймали правонарушителя, блядь, все заебись, вот суд подтвердил, что они правы, все заебись. Я же тебе говорю, сейчас на весах стоит их судьба и твоя вот эта хуйня, как какие-то там сутки. Ты, да, хуй, никому не нужен, блядь. И у них вопрос только о ментах этих стоит. Потому что, признавая тебя невиновным, это, блядь, охуенно влечет последствий, понимаешь? Превышение полномочий называется. Уголовная статья, это, блядь, не отказ от медосвидетельствования. Слушайте, я все это прекрасно понимаю, тебя тоже, блядь. Я, блядь, не вчера родился, нахуй. Ну, так вот в этом и вопрос состоит, понимаешь? Кто ты и кто такие менты? Как ты сказал мне, они сами себя защищают, да? Их система защищает, а не сами себя. Сами себя они ни хера не защищают. Если они, долбоебы, на суде говорят о том, что он, блядь, побои наносил тебе. Приводил тебя в чувства, блядь. Хуячил ладошками по лицу, блядь. Врач охуенный, пиздец, блядь. Ну да, ну да. Приехали, блядь, в больницу, забрали человека из больницы. Отхуячили, блядь, в чувства приводить. Нет, чтобы скорую, нахуй, вызвать, блядь. И вернуть человека в больницу после ДТП, блядь. Они его в чувства, нахуй, приводят, блядь. Пиздюля ему дают. Охуеть, блядь. Регистратор у них, видите ли, выключался, блядь. На 4 минуты, блядь. И такие рисуются. Хуякс такие, через 4 минуты, ля-ля-ля-ля-ля-ля, нахуй, заходят, блядь. Вторую серию снимают. Это же, блядь, насколько нужно быть долбоебом, еще это, блядь, видео предоставить в суд. И, блядь, это пиздец, конченым надо быть. Но предоставили бы какой-то один фрагмент, где вот они, допустим, заходят и все. Нахуя вот это все видео до этого, блядь, предоставлять. Потому что были уверены, что никто эти видео смотреть не будут. Ну, есть в протоколе ссылка, что есть видео. Ну, и хуй с ним, все, блядь, виновен, пизду, нахуй. Все. Кто там будет разбираться, никому, нахуй, это не надо. А когда в Ютубе, блядь, это видео появилось, конечно, они все и охуели, блядь. Нихуя себе, это что там такое, там что такое заснято, что ли? Нихуя себе, блядь. А мы и не знали. Мы даже не собирались смотреть, а тут, нахуй, блядь, столько тысяч человек посмотрело, и все в охуе, блядь. Столько комментариев захуячили. Тут вот этот момент сыграл, понимаешь? То, что, блядь, была эта хуйня обнародована. Понятно, вот они, блядь, и в охуе все. Просто все в охуе. Ну да, они не ожидали такого, что появится. Я тебе говорю, что они не ожидали. Они не ожидали, что буду я. Потому что, ну, был бы адвокат, ну, хули, блядь. Ну, что, мало ли они выносят решения, не законы. Ну, и похуй, о них там никто не знает. А тут, блядь, мама их, сука, еще хайпует на этом, блядь. Ну, я, как бы, и рассчитывал на тебя. Я же не просто так с тобой познакомился. Во-первых, я тебя знал. Еще давным-давно, бля, как бы. Чем ты занимался, какая у тебя была деятельность, и как ты вообще выигрывал СУД, это раз. Я смотрел твои ролики заранее. Не то, что заранее, раньше я смотрел, только на другом канале. И я понял, что это, как бы, мой пирог, нахуй. Надо с ним как-то сойтись, познакомиться поближе, блядь, и вести с ним дружбу, блядь. Его поддерживать, блядь, лайкать и так далее. Только поэтому. Ну, и вообще. Нормальный человек, блядь. Короче, будем ждать. Нам остается пока только ждать. Я, как бы, не хочу их торопить, потому что, блядь, ну, ну, а смысл торопить? Срок давности по уголовной статье для ментов охуенно большой. Пускай тянут. Какие вопросы? Вопросов нет, пускай тянут. А когда у тебя срок давности пройдет, тогда мы их нахуй будем просто нагинать. Просто срок давности там 12 месяцев, ну и похуй, блядь, время быстро пролетает. На данный момент, на данный момент нету ничего в отношении тебя. Дело не рассмотрено. Постановления о привлечении к ответственности нету. Ну, тебя отхуячили, ты отсидел в изоляторе, блядь, сколько-то времени, понимаешь? Ну, за это им придется заплатить. Ну, два дня и отсидел. Ну, вот и заплатят, и в том числе и за это, и за услуги заплатят. Просто говорю, давай дождемся, давай дождемся. Может быть, они хотят выждать этот срок, и потом в итоге прекратить административное дело по сроку давности. Чтобы не ковыряться в говне, понимаешь? Они понимают, что сейчас, если мы будем рассматривать по существу, будет это все нахер всплывать. Я буду допрашивать следующего мента, понимаешь? Буду задавать очень ненужные для них вопросы. Они видят, что мент посыпется, потому что они увидели, как этот посыпался. Ну, хули, полтора часа я ему мозг ебал, понимаешь? И он такие вещи наговорил против себя. Про побои наговорил. У него там статья вообще как бы нарисовалась за дачу заведомо ложных показаний по административному делу. Ну, он же говорил, что он видеорегистратором, блядь, управлял, блядь. А регистратор у него в руках даже не находился. Да хули ты пиздишь тогда в судебном заседании? Тут сказать, что я вот как бы ошибся, блядь. Ну, извините, ты не ошибся, блядь. Ты говорил, ты говорил конкретно, блядь, цвет лампочек и тому подобное. Ты пиздец нахуя говорил чего на эту тему. Но ты видос так посмотри, на ком регистратор висит. И он тебя вообще, даже весь этот период, пока вы были там в камере, они были в камере, никогда к нему даже не переходил, блядь, ни в руки, ни на его форму, никуда. Все видео, которые сделаны, все видео сделаны с того мента, который не пришел в суд, который составлял протокол. Ну да. Вот и все. Вот и все. Ладно, Вов, скажу тебе напоследок. Скажу спасибо, что ты есть у меня. Вот. Я тебя вообще премного благодарен. Очень сильно. Вот. А по поводу этого, как его, ну, не компенсации, просто помогать деньгами или там в кафешку сходить. Но это уже после, где-то после двух, а то и трех месяцев. Просто будем ходить. Да не проблема. Я тебе ссылочку сбросил, обязательно видосик послушай. Вот. И поймешь, почему я матерюсь. Потому что те шоты вырезаны, это все вырезано из контекста. Понятно, может быть, так оно казаться, что странно, что я матерюсь. Я понял. Это самое... Что хотел сказать-то еще, блядь, забыл. Я перебил. А, просто хотя бы, просто так тебе звонить, нахуй. Так общаться, блядь. не забывать друг друга. Так что, спасибо, что ты есть у меня. Пожалуйста. Ну, не смех смехом, блядь, а на самом деле мне хочется больше с тобой общения, просто хотя бы вместе, вместе где-то проводить время, ну, зайти там, пожрать, просто проехать, по улице, пообщаться. Понимаешь, что ты настолько грамотный человек, что хочется также научиться управлять этими информацией по закону. Понимаешь, вот в чем я веду вопрос. Понятно, но надо учиться управлять, знаешь, чем, даже не столько законами, сколько эмоциями. Вот это, как бы, самая фишка, то, что я делаю, я, как бы, именно вот этой хуйней сейчас управляю. То есть, я провоцирую людей на определенные вещи. Вот, и... Сейчас про кондуктора смотрю. Ну, кондуктора я не стал трогать там, просто так, чисто. Что-то, что-то надо же выкладывать. Вот я, решил выложить. Ну, понятно. Нет. Слушай, что хотел спросить-то, блядь, вот по поводу доната. Доната, это получается, на карту перекидаешь, да, деньги? Ну, да, наверное, да, так. А я думал, куда-то на счет какой-то в Ютубе. Нет, напрямую на карточку. А, я понял. Ладно, я все буду скидывать, короче, буду скринывать и делать. Хорошо, хорошо. Управляй. Ну, все, давай, покидывай, тогда у нас озвоны. Хорошо, давай, удачи, спасибо, давай. Пока-пока. Пока.